еще раз добрый вечер как мы уже было сказано мы сегодня несколько с опозданием начинаем наше занятие средстве там городских дел вот строю камеру то чем мы сегодня будем заниматься это несколько отличается от предыдущих занятий хотя и напрямую связано с второй маковейской книгой потому что текст который мы будем читать он именно взят оттуда эта часть пролога вторым маковейской книги напомню вам что этот пролог это письма которые посылают иерусалимские евреи евреям египетским связи с празднованием ханухи мы в прошлый раз когда начали разговор второй маковейской книги прочли первое письмо мы начали вообще с предисловия автора к книге которая появляется после писем сказали что письма по всей видимости были присоединены книги на каком-то более позднем этапе не были изначально органичной частью книги но поскольку письма повествуют о событиях связанных с ханукой естественным образом они были присоединены к этой книге и как мы увидимся в дальнейшем есть некоторые дополнительные вещи которые связывают эти письма с общим содержанием книги одна из таких вещей это образ пророка ирмия у который появляется как одном из писем так и в самой книги в повествованиях о иуде маковей этим образом мы увидим дальнейшем не сегодня вот но то чем мы будем заниматься сегодня это как бы заголовок нашего занятия это забытые традиции а есть скажем так когда мы говорим о древностях два типа археологии если археология буквально смысле этого слова до поиска в земле тех или иных артефактов которые помогают пролить свет на наши знания о том или ином историческом периоде но есть еще и так сказать литературная археология археология связанная с откапыванием каких-то текстов мотивов внутри этих текстов которые были как бы отодвинуты на периферию забыты не упоминались как правило а иногда появлялись только в одном каком-то тексте и у нас нет четких представлений кто как именно эти традиции зародились мы только можем указать где они в первый раз появились так вот те традиции которыми будем заниматься сегодня они как бы как раз и принадлежат вот этому типу текстов традиции связанные с некоторыми библейскими персонажами но при этом в самом тексте танаха они никак не засвидетельствованы и впервые а в некоторых случаях единственный раз они появляются именно здесь в этом втором письме иерусалимских евреев египетским евреям скобках отмечу я уже говорил об этом в прошлый раз по моему что есть спор между историками являются ли это эти письма аутентичными письмами или это некая стилизация под письма что на самом деле как бы как таковых писем не было мы не знаем этого точно но это сейчас не тема нашего разговора я сейчас открою текст и мы сразу же начнем читать и увидим с чем мы здесь столкнемся традиции поистине удивительной рассказы поистине удивительные сейчас секунду вот и так и так мы находимся приблизительно в середине в середине первой главы мы прошлый раз закончили истории о гибели антиоха эпифана которая тоже в каком-то смысле является так то образчиком такой традиции правда в данном случае речь идет о совершенно реальном историческом событии о гибели антиоха эпифана где-то на востоке месопотамии но как мы сказали та версия его гибели которая излагалась в этом кардинально отличается от всех остальных и том числе от того что описывают античные историки и то что описано в самих маковейских книгах как в первой так и во второй здесь как бы вот эта история где антиоха эпифана жрецы не на и закидали фактически камнями и потом зарубили и выбросили за пределы храма как спирататься антиоха это как бы такая совершенно эксклюзивная традиция и мы дошли до 18 стиха и здесь собственно говоря начинается те вещи о которых мы сегодня и будем говорить итак 18 стих намереваясь 25 день кислева праздновать очищение храма мы почти нужным известить вас чтобы и вы завершили праздник кущей огня подобно тому как нехемия построив храме жертвы них принес жертву уже здесь начинаются странные вещи но для начала я напомню вам только то что вторая маковейская книга последовательным образом и уже в письма это одна из вещей которые соединяют письма с содержанием книги связывает праздник кущей то есть суккот с праздником ханука это такой постоянный мотив внутри маковейской книги будет сказано 2 маковейской книги обсуждали что ханука это своего рода компенсация за не отпразднованный праздник суккот кущей потому что в тот год не было возможности этого делать так как бы вторая маковейская книга объясняет восьмидневный срок хануки но опять же это не сейчас не наша тема наша тема другая тут говорится что вы должны то есть вы египетские евреи мы хотим чтобы вы совершили праздник кущей огня заметьте что праздник ханука называется здесь праздник праздник огня а мы привыкли скорее к обозначению праздник света но здесь здесь это праздник праздник огня и это довольно важный момент как мы сейчас убедимся подобно тому как нехемия построив храм и жертвенник принес жертву нехемия нам известен только один из дальнейшего будет ясно что это тот самый нехемия нехемия то это человек который именем которого названа книга в танахи которому впоследствии хазаль мудрецы талмуда приписали создание как книги эзры так и книги нехемий и книги хроник дебрая мим который жил в середине пятого века до новой эры который был и уполномоченным персидского царя из династии ахименидов артаксеркса первого ахшаста так называемого в иудее он был фактически наместником который мы когда-то тоже читали книгу на хемии обсуждали ее который построил отстроил иерусалимские стены он фактически поднял город из пепла но чего он не делал это он не строил храм храм он не строим потому что храм уже был построен тому времени храм строился начиная с пятьсот двадцать второго года до новой эры и закончен был пятьсот шестнадцатом году до новой эры при царе дарии первом и если говорить о руководителях вождях еврейского народа которые участвовали в этом это были зеруба вель и зеруба вель бен шальти эль судя по всему потомок царя одного из последних царей иудеи его яхина и священник иошуа бен йо цадак они собственно где упомянуты книги эзры как строители храма они упомянуты также книги хагая пророка хагая в книге пророка захарии все это происходит отметим за практически полвека до появления инохемии мы даже не знаем был ли инохемия кто в то время жив возможно нет а может быть был маленьким ребенком возраст на хамином не известен вот повторяю на хаме от середина пятого а строительство храма это последняя четверть шестого века до новой эры конечно и хотя есть мидраж в талмуде в трактате сангедрин где говорится что на хаме и заруба вель это одно и то же лицо но это как бы некоторая поздняя рефлексия мудрецов талмуда а на хаме это все-таки на хаме и вот эта традиция о том что он построил храм и жертв не это нечто нигде больше не появляющийся значит это традиция эксклюзивная которая впервые и в сущности единственный раз появляется перед нами вот в этом письме теперь это как бы что называется общий заголовок а дальше будет объяснение как это все происходило вот мы сейчас прочтем ибо когда отцы наши отведены были в персию имеется ввиду вавилонское изгнание на как бы в тот момент когда отцы наши были отведены это было еще вавилонское царство вавилонская империя впоследствии действительно она стала частью персидской империи которая присуществовала около 200 лет империя хаменидов здесь называется персидская земля и тогда благочестивые священники взяв огня с жертвенника с тем чтобы его сохранить почти как первобытные люди которые огонь носили в клетках значит они его при этом спрятали спрятали понятное дело до поры до времени что пользоваться им сейчас было нельзя моменты знать и вот священники прячут этот огонь прячут его колодцы прядь что в колодцы и и как окажется чуть чуть ниже нам станет ясно что это огонь был спрятан не на территории земли израиль на территории земли персидской а мы это через несколько стихов увидим и мы попытаемся проанализировать источники этой традиции по прошествии же многих лет когда угодно было богу на химе присланы от персидского царя царя послал засим огнем потомков тех священников которые скрыли ему когда же объявили нам что не нашли огня только густую воду что это за густая вода из дальнейшего судя по всему станет ясно что это нефть на буквальный тут написано жирная вода по-гречески жирная вода и и повторяю из дальнейшего станет ясно что судя по всему это нефть тогда он приказал им почерпнув ее принести ее и когда потом приготовлены были жертв на время приказал священником окропить эту водою дрова и положенное на них действуя таким образом действуя таким образом похоже отчасти подражает пророку или я есть известная история в первой книге царей 18 глава пророк или я у и пророки против пророков балла там тоже строится жертвенник вот и и такой торжественный момент когда ожидается некая ожидается некое чудо которое действительно происходит илья у берет там 12 камней по числу колен израиля строит из этих камней жертвенник делает специальный прокладывает канал вокруг жертвенника раскладывает дрова готовить жертву и ему приносят 40 бочонков или кувшина воды и этим брызгают на жертву и на дрова и три раза вот нечто подобное делает здесь нахемия а он как бы выполняет роль пророка или я у когда же это было сделано и наступило время когда просияло солнце начался восход то тогда воспламенился большой огонь и все были поражены огромное пламя это на самом деле происходит и в истории в истории с или я у там я управляю обращается к богу с молитвой и тогда падает с неба огонь который пожирает жертву как и здесь обо священники же доколе горела жертва совершали молитву священники и все ионатан начинал а прочие припевали как и на хэме значит что это за ионатан мы не знаем в самой книги на хэме в двенадцатой главе упоминается священник с таким именем возможно что автор нашего письма взялся отсюда вот он был отцом известного священника в свою очередь которого звали яду а вот но в общем до конца нам неизвестно до конца нам неизвестно что это за священник любопытно что обычно согласно традиции второго храма в храме поют левиты здесь же это делают священники молятся и и поют мы прочтем эту молитву молитва вполне такая традиционная господи господи божий создатель всех страшные сильные праведные милостивые единый царь и благодетель тут много разных эпитетов по отношению к богу которые видимо переводят в том числе и тетраграмматон господи господи божий это на греческом кюрио кюрио готиос это кюриос это тот самый термин который переводит в септуагинте тетраграмматон четырех буквенное имя бога единый податель всего единый праведный и всемогущий и вечный избавляющий израиля от всякого зла избравший отцов и осветивший их да тут как бы опять же количество этих эпитетов зашкаливает впоследствии впоследствии мудрецы талмуда старались с этой тенденцией как-то бороться и ограничить количество эпитетов которым можно обозначить бога один из этих эпитетов тоже очень известный в септуагинте неоднократно используемый пантократор всевластный прими жертву сию за весь народ твой израиля и сохрани сию дел твой и освети его собери рассеяние наше освободи порабощенных язычниками призри на уничиженных и презренных и допознают язычники что ты бог наш да это такие слова которые ну в каком-то смысле кстати здесь вот появляется слово рассеяние это слово нам хорошо известно и в русском языке диаспор а вот именно это греческое слово здесь использован вот значит но в целом как бы можно сказать что это такой псалмический текст и такого рода просьбы мы встречаем действительно в целом ряде библейских псалмов пусть познают язычники что ты бог наш покарай угнетающий и обижающих нас с надменностью нас один народ твой на святом месте твоем как сказал моисей это кстати говоря судя по всему такая вполне очевидная цитата из из во первых песни на море на может кто-то помнит в песне на море говорится о том что бог насадил свой на посадил свой народ но ты именно посадить как как виноград на горе своего наследия вот есть еще похоже 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 обещание книги дворим в 30 главе где тоже говорится что господь вернет изгнанников своих где бы они не находились со всех краев земли они будут возвращены а так что в каком-то смысле действительно наш автор так приблизительно цитирует слова тор не просто так упоминает здесь моше моисе священники как тут говорится воспевали при всем торжественные песни когда же жертва была сожжена нехемия приказал оставшиеся водой упалить большие камни это снова отсылка к к истории с ильяу как только это было исполнено вспыхнуло пламя да вы видите что здесь как бы очень большую роль играет огонь но от света воссиявшего от жертвенника она исчезла значит как бы такое не очень ясное описание как бы свет который засиял в ответ от жертвенника он как бы поглотил поглотил огонь который разгорелся и когда это событие сделалось известным и донесено было царю персов что в том месте где переселенные священники скрыли огонь оказалась вода которую нехемия и бывшие с ним осветили жертвы царь по исследований дела оградил это место как священное а то есть тут в нашей этой истории мы переносимся с места на место то есть текст несколько сокращает историю вот но значит судя по всему царю было доложено об этом чудесном событии и поэтому царь ограждает это место как священное и там где священники на крыск скрыли огонь есть судя по всему из этого мы можем сделать вывод что все таки место это находилось как я уже и сказал в персии и и тем кому царь благоволил он раздавал много даров которые сам получал бывшие с нехемией прозвали это место нефтар что значит очищение многими же называется она нефтай значит здесь сделал как бы во первых обратим внимание на это название значит на ком языке нефтар значит очищение не на греческом очевидно а на каком значит тут высказывалось несколько гипотез некоторые считали что возможно автор письма полагал что это слово связано с еврейским словом лифтор то есть освобождать отпускать и какой-то возможной натяжкой очищать очищать освобождать очищать это одна гипотеза согласно другой гипотезы здесь произошло произошла контоминация с буквами а что за этим словом скрывается нефтар а нефкар которая в свою очередь нефкар происходит они от них пар то есть них пар то есть от глагола лиха пир кафар на от корня кофар которая действительно обозначает очищать но судя по всему и это отражается в том как написано здесь многие называют ее нефтай сегодня исследователи предполагают что речь здесь идет речь здесь идет о том что мы сегодня называем словом нефть слово которое действительно восходит к древнеперсидскому древнеперсидское слово нафта обозначает влажный древнеперсидское слово нафта есть также и аккадское слово на пту которая переход происходит от глагола на пату обозначающая вспыхивать воспламеняться так или иначе это судя по всему не еврейское слово а слова принесенная из из диаспор и теперь вот вся эта история вся эта история повторяю абсолютно эксклюзивно она нигде больше не встречается появляется только в этом письме и хотя письмо написано от имени иерусалимских евреев которые пишут египетскими время возникает неизбежное предположение которое по крайней мере надо озвучить это не абсолютный факт но озвучить его стоит что здесь мы наблюдаем очевидное влияние древнеперсидской религии зарастризма которая как раз в эпоху династии ахименидов становится доминант но возможно мы не знаем точно когда жил заратуштра называемый зараст вот устро вот есть споры но во времена династии ахименидов его учения становится доминант на таким доминантным религиозным учением судя по всему уже во времена дария первого и далее в зарастризме одним из центральных символов является огонь как и другие природные элементы на огонь в первую очередь есть разные виды огня описываемые зарастрийцами там есть внутренний огонь внешний огонь огонь души с огнем связано очень много во всяком случае огонь является священным символом зарастризма да он изображается алтари с этим священным огнем вот так что описывается по вести в священной книге зарастрийцев и поэтому по крайней мере видимо следует задаться вопросом не имеем ли мы здесь дело в самом деле с с влиянием зарастризма на еврейскую мысль как бы это само по себе не является чем-то удивительным исключительным потому что видим в литературе еврейской литературе второго храма довольно немало влияния персидской культуры начиная с языка и кончая какими-то религиозными элементами иногда с ними те или иные библейские и постбиблейские авторы полемизируют иногда что-то принимают и вот во всяком случае что касается огня и света вот это настойчивое указание на связь с огнем и со светом вызывает вот такой вот вопрос влияние зарастризма поскольку как мы видим это все так или иначе в эта история связана с каким-то заветным местом где этот огонь был спрятан в персидской земле а кроме того обстоятельства что это вот та самая нефть нафта судя по всему которая тоже связана с этой месопотамской культурой кстати говоря нередко зарастрийцев определяют как огнепоклонников значит у них они говорят об огне который горит в раю об огне который горит в телах людей животных об огне который горит в растениях об огне молнии и земном огне который в частности горит в храмах они молятся зарастрийцы всегда направляя себя к свету к огню источнику цвета к солнцу а вот вот это любопо очень интересная сама по себе тема мы сейчас не будем еще больше не углубляться но в принципе вот эта связь традиций связь культур мостик который перекинут здесь судя по всему между зарастризмами еврейской культуры еврейской религии тут надо отметить что сам по себе мотив огня пожирающего жертву не является чем-то абсолютно но мы видели это в истории с или я у мы на самом деле видим подобную историю с освещением мешкана в пустыне там тоже огонь который падает с небес бог израиля тоже называется в торе еще хла огонь пожирающий это само по себе не является каким-то специфический персидским мотивом но вот эта связь огня и света с персидским землей где прячут огонь храма да это такой вот очень необычный поворот сюжет автор ничего об этом не говорит сознает он это или нет сказать трудно но но возможно что он хочет намекнуть здесь на то что в конечном счете и персидская персидские святыни они в каком-то смысле являются отражением еврейских цветов это такое постоянное встречающийся мотив были нести в позднюю персидскую в эллинистическую римскую эпоху еврейские авторы пытаются доказать что те или иные вероучения философские учения что они так или иначе проистекают из еврейских из еврейских основ возможно что и здесь мы встречаем то же самое в общем это на мой взгляд такая поразительная традиция поразительная история самого начала до с утверждения что на хэме построил храм и жертвенник вот и как бы все это да и кончаю всей этой истории связаны с огнем и все это привязано к хануки а потому что ханука есть праздник огня и света то есть в глазах нашего автора еще задолго до событий хануки было как бы проложено к ней первый мосток первая ступенька вот этим деянием на хэме теперь мы сейчас перейдем следующий такой вот традиции но я последнее что скажу что идея о том что какие-то части храмового служения спасаются и скрываются эта идея постоянно возвращающаяся в литературе в веской литературе эпохи второго храма желание сказать что второй храм не просто наследовал 1 а что в каком-то смысле туда возврат были возвращены вещи которые связаны с сослужением богу в эпоху первого храма были скрыты спрятаны а потом возвращены а иногда речь идет о возвращении взятых в полон храмовых сосудов окей мы сейчас читаем вторую главу и здесь перед нами представит второй герой на этот раз это пророк ермия у почему именно в такой последовательности письма приводят историю сказать трудно они как бы идут назад во времени на самом деле истории с история связанная с ирмия находится в центре йоком окаймляют традиции рассказывающие о них им и это видимо неспроста потому что повторю пророк ермия у появится в дальнейшем в книге маковея во втором и кавейской книге в связи с иудой маковея так вот нам рассказывается следующий записяк пророка ермии находится что он приказал переселяемым взять от огня как показано и как заповедал пророк дав переселяемым закон чтобы они не забывали повелений господних и не заблуждались мыслями своими смотря на золотые серебряные кумиры и на дает указания взять огонь может быть автор нам хочет сказать что то что сделали священники в предыдущем тексте было сделано по указанию пророка еремии ермия при этом я хочу сразу же отметить ничего подобного библейской книги ермия у не рассказывается ничего никакого указания о том чтобы взять огонь мы не встречаем теперь что значит дав переселяемым закон слово здесь но мос но судя по всему имеется ввиду не закон торы как таковой а возможно и и как бы ну предыдует указ он дал им указания касательно закона чтобы этот закон не был забыт значит любопытно что есть такое такое апокрифическое произведение которое называется послание пророка еремии написано опять же есть споры когда именно но судя по всему в эллинистическую эпоху и это произведение в основном посвящено тому что еремия у обращаясь к изгнанникам предостерегает их от идолопоклонства действительно библейский пророк еремия часто предостерегает против идолопоклонства но как мы увидим в дальнейшем здесь это связано с совершенно особой опять же традицией у которой нет аналога в библейском тексте тут сказано говоря и другое подобное сему он увещевал их не удалять законы сердца своего вот это судя по всему действительно скрытая цитата из пророка еремия у из 31 главы книги где пророк обещает что в будущем будущем бог заключит с народом израиля новый союз или новый завет бритха даша как там сказано который будет написан сердце не на скрижале а в сердце и поэтому он никогда никогда не будет нарушен было говорится так же написано в этой же запись чтоб пророк по божественному откровению повелел скини то есть мешкану и ковчегу следовать за ним когда он восходил на гору с которой моисей взойдя видел наследие божие под наследием божьим понимается земля израиля и моисеев зашел на гору которая называется гарн его напротив ерихо и там же и умер согласно книги дворим так вот пророк еремия у идет на эту гору а то есть как бы если в предыдущем тексте пророк еремия у уподавлялся пророку или я у то здесь пророк еремия у является самым великому из пророков муши а то есть как бы автор работает на аналогиях и создает аналогии ирмеял тоже поднимается туда причем скиния и ковчег завета арона брит идут за ним как живы он повелел им следовать за ним по его слову они идут придя туда еремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег и жертвенник здесь появляется еще и жертвенник жертвенник кодильный это то что называется мисбах который и все это он оставляет в пещере заграждает заграждает вход а подобно священникам которые по в предыдущем рассказе спрятали священный огонь так ирмеял прячет храмовые сосуды когда по что что есть и не этом скине это мешкан да по мнению нашего автора мешкан существует кстати говоря кстати он существует и по мнению автора книги время на что скиню удалось сохранить и когда шломок строил храм значит скиния существовала то есть ее она никуда никуда не исчезла и перестали перестали пользоваться но она как бы продолжала хранится как некая драгоценная реликвия и более того и удивляем им подробно об этом рассказывает вот но но даже даже автор книги царей упоминает это в восьмой главе четвертом стихе лохим алиф рассказ о строительстве храма и там он говорит в частности что взяли ковчег завета и шатер откровения это другое название для скини и все сосуды которые в шатре и принесли их в иерусалим да откуда принесли в иерусалим согласно книгах согласно книге хроник скиния хранилась в гевоне там где была так называемая такая большая бама светилища и вот значит скинию скинию мишкан он мое принесли как раз принесли как раз оттуда это вторая книга хроник первая глава 3 стих там-то подробно все описывается вот значит интересно что здесь говорится рассказ продолжается и говорится о том что некоторые из тех кто сопутствовал иеремии пришли чтобы заметить вход то не могли найти его а вот это любопытство узнать где же именно находятся все эти священные реликвии части может напомнить нам то что бог во время синайского откровения говорит мужа что народ не имеет права сходить на синайскую гору ни в коем случае не не делать этого потому что можно погибнуть а здесь они значит как бы пытаются узнать иеремия этим очень недоволен как сказано когда же иеремия узнал о сем-то упрекая их сказал что это место останется неизвестным доколе богу милосердившись не соберет сонма народа то есть до тех пор пока не произойдет возвращение из вавилонского плена и тогда как сказано господь покажет его и явится слава господня и облако как явилась при моисеи как и соломон пошло мо просил чтобы особенно светилась место а то есть здесь как бы соединяется сопоставляется соединяется освещение мешкана и освещение построенного построенного храма на слава богу господня слава квад башем появляется в облаке в торе облако наполняет и построенный построенный храм бог является там и дальше тут как бы текст не до конца понятен было сказано это как он исполненный при мудрости очевидно шлома принес жертву обновление и совершение храма то есть совершение имеется ввиду завершение на в тот момент когда храм был завершен того как раз 7 8 8 главы первой книги царей как-то все происходит и дальше не очень понятно как вот это перехода осуществляется автором между моисеем моши и шлома как моисей молился господу и сошел огонь с неба и под и пожрал жертву так и соломон молился и сочетший огонь истребил жертву всесожжение действительно все так так как это описывается с одной стороны в торе в книге вайкра а с другой стороны в книге миллахим но дальше появляется стих не очень ясно и сказал моисей так как жертва грехи не употреблена в пищу топа это она позже на огнем на самом деле на самом деле никто не знает точно никто не знает точно что здесь имеется в виду есть только одно место в торе которая косвенным образом может быть связано с тем что есть расскажет рассказывается в торе в книге вайкра после из истории о том как было совершено освещение мишкана вот то что здесь рассказывалось как сошел огонь с небес как он пожал жертву почти сразу же след за этим рассказывается история трагической гибели сыновей арона надавая вегу а это буквально одно рядом с другим и после этого мошэ разговаривает со своим братом аароном и какой-то момент там описывается некое жертвоприношение которое вызывает мошэ гнев он гневается на других других сыновей арона и лазара и тамара и говорит им почему вы не поели греко очистительную жертву в священном месте ибо это священная жертва кикодыш кодашим и вам дал ее нести господь господь дал вам ее для того чтобы как бы искупить грех общины и вы должны были ее съесть и арон отвечает муше ну вот тоже не очень ясными словами сегодня вот принесли эту жертву и со мной случились такие вещи видимо намек на смерть надавая вегу и разве я могу в этот день день траура есть грехочистительную жертву разве это может понравиться господу и услышал муше и принял это подсказанного и там бы и нам возможно что здесь каким-то образом нашло отражение вот это место в торе хотя здесь нет упоминания никаких сыновей а сыновьях а рона не или ни о ком гневе просто говорится же грехочистительная жертва не употреблена в пищу то она истреблена поэтому съедена огнем это что действительно авторе сказано что муж хотел найти эту жертву и вдруг выяснилось что она саджина возможно что здесь в тексте есть какие-то несоответствия потому что не очень ясно что значит так же точно соломон шлому праздновал в течение восьми дней каких восьми днях по отношению к муж и идет речь с одной стороны можно сказать что вас что это могут быть семь дней из подготовки священников к службе и на восьмой день они к этой службы приступают и вся эта история про освещение мешкана про гибель сыновей а рона про гнев мужа на двух других сыновей а рона она описывается в недельном разделе торик который называется шменик шменик не его икра вот этот день когда они закончили подготовку к служению возможно также как предполагают некоторые исследователи что здесь имеется ввиду все те же восемь дней сухота и хотя в торе освещение храма напрямую с сухотом не связано но возможно как бы в сознании автора возникла здесь некая ассоциация что раз шлумо построил храм и освещал его в месяц эти шлей то нечто подобное должно было и могло происходить во времена блуждание по пустыне значит как бы если мы если мы заглянем пору то вторе ничего подобного в торе говорится о том что мешкан был за его строительство было закончено в первый месяц в первый день первого месяца то есть первого ниссана так несколько с большим затруднением можно предположить что полгода прошло с момента с момента его установления этого мешканы и до освещения священников вот поэтому возможно здесь следует говорить скорее действительно о семи днях подготовки священника в восьмом дне который они начали свою службу вот это как бы традиция связанная с пророками риме здесь надо отметить что вторая маковейская книга является не единственным источником рассказывающим об эту историю и похожая история повествуется еще в нескольких источниках например в таком довольно любопытном произведении которое называется хроники дней я старт рассказов об остальном в остальных днях касающихся и риме или еще это называет четвертая книга баруха там тоже говорится о том что перемене было дано указание унести храмовые сосуды но потом ангел с небеса поднимается и забирает их на вершину горы горы него некоторая вариация вариация на тему которую мы видим здесь есть но отметить что эта книга которая сейчас упомянула она более поздняя так что первоисточником для нас первоисточником традиции о которой идет речь является все таки вторая маковейская книга наиболее ранний текст который об этом повествует как я уже и сказал это традиция пророки и риме я у окольцовано 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 на химе и снова на химе упоминается здесь и тоже в таком очень любопытном контексте здесь сказано буквально следующее мы уже подходим к концу нашего сегодняшнего занятия вот как раз дочитаем это повествуется также в записях и памятных книгах на химе как он составляя библиотеку собрал сказания о царях и пророках и о давиде и письма царей о священных приношениях тоже удивительное удивительное замечание что это за записи и памятные книги на химе есть библейская книга на химе есть только одна нету апокрифически кстати говоря книги на химе в отличие от книги эзры которые есть во всяком случае нигде на химе не представлен как составитель библиотеки скорее уж эту роль можно было отвести эзры который занимается фактически канонизации текста тор но здесь на химе именно библиотек неспроста напомню вам впоследствии мудрецы талмуда считали что именно на химе является фактическим автором книги эзры на химе дебриями он как тут сказано собрал сказание о царях и пророках и тут переведено и о давиде но друг вариант перевода вариант перевода и книги давида или книга давида буквально книги давида теперь если переводить именно так то тогда мы можем предположить что здесь тоже некоторый сигнал о канонизации библейских книг что такое сказание о царях судя по всему книги шмуэля и махим что такое что такое про сказание о пророках это могут быть как книги те же самые книги так и продолжение книги собственно пророческие книги которые приписываются собирательской деятельности на химе теперь что касается книг давида и видимо именно так надо переводить и книги давида и сказания давида то возможно подразумевается книги псалмов мы сегодня люди потому что псалмы это одна книга но надо помнить что книга псалмов библейская поделена на пять частей в соответствии с тем как поделена тора на пять книг есть пять книг или и они приписаны давиду то есть тогда в этом случае с точки зрения автора нашего письма на химия был тем человеком который может быть по следам эзры начал составлять библейский канон потому что он здесь не говорит о сам о о торе видимо он считает что тору как бы канонизировал эзра а на химия продолжил эту деятельность что касается писем царей о священных приношениях то это не очень понятно но судя по всему имеется в виду письма персидские цари даже которые действительно и согласно книгам согласно книги эзры например щедро жар 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 на храм и дальше говорится подобным образом иуда собрал все то что растерялась из-за бывшей у нас войны значит имеется ли в виду иуда маковей которому вдруг неожиданно а вот в заблю тоже приписывается собирательская деятельность что вот он собирал книги поскольку была тяжелая эпоха до как говорят куфата шман а когда на еврейский народный в республике устраивались гонения во времена антиоха эпифана вот возможно тогда это подтверждение тому что в начале письма где говорилось о том что письмо посылается иудой арестабулу в египет арестабулу мы обсуждали возможно это в самом деле иуда маковей может быть другой иуда не знаю итак если вы имеете в этом надобность пришлите людей которые вам доставят все эти книги а значит как бы мы эти иерусалимские евреи они заботятся о том чтобы в египет пришли священные книги которые стали основой канона библейского и последние стихи намереваясь праздновать очищение мы писали вам об этом хорошо сделайте и вы если будете праздновать или дни мы здесь снова оказываемся упоминается ханука которая называется здесь праздником очищения называется праздником света огня но и праздником очищения храма бог же сохранивший весь народ свой и возвративший всем наследие и царство и священство и святилища на то есть храм как обещал в законе надеемся на бога он скоро помилует нас и соберет от небесной из поднебесной вместо святое снова как бы указания на то что диаспора будет возвращена ибо он избавил нас от великих бед и очистил место вот здесь мы ставим точку а потому что дальше начинается то самое предисловие автора втором и комейской книги в его историю которую мы в прошлый раз уже прочли давайте подведем итог и потом я дам возможность задать вопрос что здесь в центре всего с одной стороны ханук с другой стороны освещение и очищение храма это тема так или иначе появляется во всех этих традициях с третьей стороны мы видим образы библейских персонажей которые прокладывают тот путь которым впоследствии пойдет иуда маковей это касается огня жертвенника это касается храмовых сосудов которые видимо с точки зрения автора второй маковейской книги если еще не открыты богом то вот-вот будут открыты это касается и канонизации библейских текстов все это как бы ну что называется создание своего рода идеологической основы того то становится отличительным знаком маковейской борьбы и борьбы иуды маковея и еще раз повторю мы сталкиваемся здесь с некоторыми эксклюзивными традициями которые или вообще нигде больше не появляются если появляется что в более поздних источниках в этом смысле это письмо в начале второго маковейской книги просто кладезь неоценимый источник для нас сегодня для тех кто занимается вот такого рода археологии литературы точку поставим здесь и все кто желает задать вопросы как-то высказаться сейчас самое время если у кого какие-то вопросы дима скажи пожалуйста от кого подпасла канонизация вот этого праздника хануки ну вот так это кто это кто-то один или эта группа опять же согласно или на основании сомневаться в том что хануку как праздник стали праздновать после того чтобы 164 году иуда маковей вошел в иерусалим очистил храм и как бы в честь этого события был установлен праздник праздник хануки который переосмысливался потом его его как бы значение переосмысливалось в разные периоды времени частности бы то что добавили мудрецы талмуда это знаменитая история с кувшином масла вот маковейских книг мы говорили этого нет но в общем это вот период тот самый период о котором мы говорим период маковейского восстания его начало а и вот это очищение храмом храма иудой маковей но это же только был вот ну как бы очищение храма это чудо этого горшочка с маслом это победа вот но в общем то что это внедрен как постоянный праздник но утверждается что вот после того что они очистили храм они установили это праздник как и должен праздноваться из года в год то это установил иуда маковей иуда маковей он имел такие полномочия как бы право и все прочее был на тот момент он был непререкаемым ну как бы опять же исходя из того что из тех источников которые нам известного был непререкаемым вождем народов поэтому он да установил этот праздник он он установил еще один праздник который мы когда-то обсуждали который описан в первом маковейской книге день никонора который впоследствии был отменен вот но это как бы тоже праздник связанный с одной из маковейских побед и все-таки мой вопрос кто его канонизировал иуда маковей он не мог его ну ввести в закон нести так он не мог чем он не мог он как бы я не понимаю почему иуда маковей не мог он опять же я не могу представить какие-то доказательства что это именно иуда маковей сделал конечно можно сомневаться и сказать а может быть от через не на следующий год установили хотя даже если это установили на следующий год то иуда маковей по был жив да он погиб только в 160 году через четыре года после этого события почему бы не предполагать не поверить здесь источниками не сказать что да иуда маковей это был тот человек который вместе конечно с его сторонниками установили это как праздник дима вопрос мы все-таки не так я знаю что были определенные как бы претензии у духовенства первосвященников что маковей как таковые они не имеют права это было гораздо позже иуда не был первосвященником я говорю он не был никто не назначал на пост первосвященника он по крайней мере никогда так нет я имею что он не был верховным духа духовным лидером он был лидером он был и духовным лидером потому что тогда собственно говоря это то о чем мы будем читать дальше во второй маковейской книги что институт первосвященство фактически развалился в его время это была одна из причин восстания потому что я пост первосвященника стал продаваться за деньги они не признавали хасмане и не признавали право иерусалимских первосвященников на то что было таковым не быть вот мы будем читать об и ассоне о минила и потом об алхиме с которым более сложная ситуация вот но в целом как бы он именно и был духовным лидером тех кто поднял восстание ну то есть он постановил делать этот праздник такой который мы имеем думаю что да только про кувшинчик с маслом он я думаю ничего не знал это уже как бы позднее все появилось да еще вопросы замечания народ есть вопросы замечания дополнительные ну похоже что больше нет хорошо тогда всем спасибо за внимание напоминаю что это сегодня было в одноразовом порядке такое сдвигание на полчаса вот продолжать в восемь вечера как обычно большое всем за внимание следующий раз мы читаем рассказы о чудесах происходивших храме в начале гонения антиоха епифана спасибо большое всем счастлива псоронту вот пока к пока спасибо спасибо большое